Александр Матвеев в управленческой команде второй год. На этот раз ему удалось попасть в финал. Саморазвитие, дисциплина и желание – вот что помогает добиваться успеха, делится участник. Даже в минуты отдыха Александр участвует в мастер-классе, учится работать в команде и решать, казалось бы, нерешаемые задачи. И когда ты конкурируешь с самыми сильными людьми, ты сам становишься сильнее. Это очень интересно, потому что ты развиваешься, ты растешь, ты делаешь шаг вперед, не потому что тебя кто-то заставляет, а потому что тебе интересно. Поиск лидеров Чувашии продолжается из года в год. По результатам конкурса отбираются лучшие из лучших, которые достойны представлять республику на политической арене. Этот конкурс про инициативы, про вовлеченность и про свое участие в жизни Чувашии, в социально-экономической жизни Чувашии. Управленческая команда – трамплин для нового этапа в жизни участников. Главное, чтобы было желание развиваться и развивать Чувашию. Для любого города, для любой республики, для любого региона очень важно, чтобы были люди. Люди, которые делают эту республику, люди, которые помогают строить, люди, которые готовы что-то сделать для всех. По результатам конкурса надеемся, что многие из наших финалистов найдут свои места в органах государственной власти либо в других учреждениях организации. В финале управленческой команды несколько этапов. Эксперты оценивают способность участников решать нестандартные задачи, работать в команде, быстро и правильно реагировать на непредвиденные ситуации. Наталья Ефимова в прошлом году была участником, а уже сегодня – декан факультета Чебоксарского филиала «Ранхикс» и эксперт финала конкурса. Участники показывают себя достаточно уверенно. Хотя задача такого, как математического толка, они в то же время применяют методы, которые они использовали в обычной жизни. Двигаться вперед, узнавать новое и предлагать. Сразу после финала лидеры отправились в Чувашский государственный музей на совещание с министром экономического развития Чуваши. Обсудить проекты и инициативы, которые могут быть реализованы в республике. Утром работа, вечером тоже работа, но с перерывом на искусство. Для него время найдется всегда, отмечают участники проекта. Руководитель должен знать и уметь все. Здесь представлено более 70 предметов. Это и скатерти, и панно, и одежда, элементы женского туалета. Поэтому я думаю, что она будет очень интересна очень большому кругу людей. Впервые вот так вот близко посмотрел на Волногодскую вышивку. Я, конечно, в шоке, в восторге. Очень красиво, очень здорово. И ничего, что-то даже рядом стоящего раньше пока, по крайней мере, не видел. Насыщенный день. Финал, мастер-класс, совещание, выставка. Результатов конкурса еще нет, а жесткий распорядок дня уже соблюдается. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.